Всем привет! С вами Михаил Салаев и проект по видеомаркетингу на виду. И сегодня третье видео о стратегии видеопосева. Сегодня поговорим о 7 рекламных площадках, где мы можем продвигать наш видеоролик. Фишки площадок, особенности и советы по ним. Теперь перечислим рекламные площадки и сервисы для посева видео. И при этом топ-3 это те, с которых бы мы начинали. Это YouTube, это Facebook, Instagram, ВКонтакте, Messenger и сервис видеопосева. Теперь о каждой площадке подробнее. YouTube, Google AdWords, именно с помощью него можно создавать рекламные кампании в YouTube. Есть несколько форматов рекламных. Это реклама InDisplay. Когда реклама показывается, например, человек вводит в поиски YouTube определенное словосочетание, ему показывается рекламный ролик наверху этого поиска. Также такая реклама может показываться внутри видео. Такая всплывашка внизу появляется. Ну и еще несколькими способами. Например, в похожих видео. Реклама есть еще InStream. Это так называемые прероллы, которые показываются до видеоролика, в начале. И можно ее пропустить через 5 секунд. И длительность ее желательно как раз 30 секунд. И оплата берется только если видеоролик 30 секунд досмотрели до конца. А если видеоролик больше 30 секунд, то просто за факт, чтобы 30 секунд посмотрели, только тогда берется оплата. Поэтому если мы в этом рекламном ролике суть дали в первых 5 секундах, или показали бренд, или как-то зацепили внимание, даже если человек нажал пропустить, мы за это не платим, но он запомнил, увидел логотип наш бренд. Это уже плюс. И в этом плюс этого вида рекламы. Также есть 6-секундная реклама-объявление, которая показывается вообще за копейки. Больше он используется, наверное, не на начальном этапе продвижения услуг, товаров, а скорее как продвижение бренда. И эти ролики нельзя пропустить, они могут быть только 6 секунд. И вы также можете заморочиться и сделать вариантик рекламного ролика, чтобы просто попробовать именно 6-секундный. И кому же в YouTube мы будем показывать видеоролики? Очень хороший таргет в Google AdWords, где мы можем таргетировать по интересам, по темам, которые интересуют пользователей, по ключевым словам, по демографии, по гео. Также мы можем показывать только тем пользователям, которые смотрят определенные каналы, подписаны на определенные каналы, только тем пользователям, которые смотрели наше конкретное видео. И также делать исключения по всем этим параметрам. Что касается демографии, возрастов, а также интересов и тем, не везде четко определяется точно Google, поэтому этим можно пользоваться осторожно, но в любом случае надо потестить. Поэтому лучше всего акцентировать внимание на ключевых словах. И ключевые слова, если мы ввели купить iPhone, то сразу YouTube будет показывать объявление всем, кто нажал купить iPhone 5, купить iPhone 6, разные разновидности, то есть это как бы общее словосочетание. Поэтому как в контекстной рекламе вбивать огромные тысячи слов, здесь, наверное, нет смысла, но все равно надо максимум охватить. И также важно отметить такую фишечку, что если пользователь в Google ввел купить iPhone, в Google, не в YouTube, то все равно Google запоминает, что этот пользователь этим интересовался, и если он будет на YouTube что-то смотреть, ему может показаться реклама вашего ролика в тему. Поэтому мы можем вводить в YouTube не только запросы, так сказать, информационные, что там могут искать, но также и коммерческие, потому что купить iPhone в YouTube редко, когда вводят такое словосочетание. Реклама Facebook. Создаем рекламную кампанию и страницу, если у вас ее нет, в вашей кампании рекламную. И создаем группы объявлений компании, тестируем с разными целями. Создаем одну, которая работает на охват, вторую, которая работает на просмотры видео, третья на получение лидов. Чтобы прощупать, почувствовать, что это такое, потом уже их можно делать последовательно. Делаем сначала на охват, выделяя оттуда группу, и ремаркетингом показывать уже остальное видео им. Также делаем разные виды объявлений с разным текстом. Рекламные форматы в Facebook. Это как раз рекламный пост, на самом деле самое эффективное по-нашему, куда можно добавить видео, которое будет показываться автоплеем. Также будет работать заголовок, описание, призыв. Кроме этого, также рекламный формат есть показ справа. Забыл, как правильно называется. Я его обычно, в принципе, вообще выключаю. Хотя, опять же, лучше сделать группу объявлений отдельно на посты, отдельно на вот это вот справа. То есть везде это как можно больше сегментировать и посмотреть, где как работает, и выкинуть сразу неработающие. Мы отдельно делаем рекламную кампанию в Instagram. Я думаю, это мы объединим, потому что это один рекламный кабинет. В Instagram мы можем отдельно сделать для Stories кампанию, где у нас как раз 15-секундное видео, а отдельно для ленты Instagram. Кому показывать в Facebook? Здесь уже, к сожалению, нельзя использовать ту аудиторию, которую мы собрали в сегменте Target. Она предназначена больше для ВК. Но мы можем, например, спарсить оттуда телефоны. Эти телефоны мобильные залить в Facebook. И те пользователи, которые зарегистрированы с этими номерами телефонов, показывать рекламу Facebook именно им. Также, если у нас уже есть база клиентов, e-mail, мы можем ее загрузить в Facebook. И на основе ее сделать аудиторию look and like. То есть пользователи, которые очень похожи по интересам, по тематикам на тех людей, которые уже у вас есть в базе. Чем база более широка, чем она более... Там наиболее потенциальные ваши клиенты, тем лучше будет создана look and like аудитория. Причем в Facebook она очень хорошо создается. Во ВКонтакте лучше ей не пользоваться. Что касается таргета, то схематично это то же самое, что на YouTube. Здесь уже можно выбирать определенные группы, пользователям которых показывать ваши рекламные объявления. И по Instagram стоит отметить, особенно в рекламном формате Stories, что стоимость перехода, просмотра видео, перехода на сайт, гораздо меньше, чем в других источниках. И если говорить о мобильном трафике, то это как раз в основном и есть Instagram. Рекламная кампания ВКонтакте. У вас есть сообщество или мы его создаем, и создаем рекламные посты с видеороликами, наподобие тех, которые делали в Facebook. Также можно делать несколько вариантов, чтобы тестить конкретно на уже аудитории ВКонтакте. И здесь мы уже можем добавлять те списки потенциальных клиентов, которые мы создали в сегментах Target и других сервисах. Стоимость просмотра видео около рубля-полутора рублей, но, как мы заметили, все-таки поменьше реакции переходов кликов по ссылкам, чем, например, Facebook. Но, опять же, надо смотреть конкретно тематику, нишу и тестировать. Мессенджеры. Главный тренд с сегодняшнего дня. И в них можно давать свою рекламу. Теперь пользователь будет видеть рекламу, не проматывая в социальных сетях ленту новостей и игнорируя ролики. Такая есть определенная слепота. А теперь мы можем прислать нашему потенциальному клиенту рекламу прямо с сообщением в мессенджере. И это сделать не так уж сложно. В Facebook мы настраиваем рекламу на мессенджер. И нам остается только сделать какой-то простой бот. То есть запрограммированное сообщение с вариантами ответов, которые может пользователь выбрать. Это можно сделать, обратившись к фрилансеру, за одну-две тысячи рублей. И мы присылаем видеоролик, определенный заголовок, подпись и предлагаем варианты ответов или то, что хочет пользователь узнать. Мы можем написать, например, наши кейсы, клиенты, портфолио, примеры работ, контакты. И нажав на это, как на сайте, ему приходит сообщение с данной информацией. Или мы можем, например, перечислить наши услуги или наши товары. И то, что интересует пользователя, он на это нажимает. А можно сделать прям такой достаточно разветвленный диалог. Ну, собственно, боты, это отдельная тема. Если что, наберите в интернете и посмотрите. Сервисы видеопосева. Почему мы к ним пришли в самом конце, хотя они специализируются именно на видеопосеве? Потому что мы считаем, что все-таки это наименее эффективный способ. Но если нам нужен охват, если у нас продукт массового потребления, то это, в принципе, вполне хороший инструмент. И главный его плюс, что не заморачиваясь, не разбираясь в таргетировании, мы можем мгновенно запустить в нем быстро рекламу нашего видеоролика, чтобы ощутить первые результаты. Таких сервисов у нас есть несколько. Там топ-10. Четыре таких самых известных. Мы пользуемся, например, вибумом. Но это не значит, что им стоит пользоваться. Стоимость просмотра видеоролика получается от 1 до 2 рублей примерно. По-разному совершенно. Смотря еще, как мы таргетируемся. Но минусы видеопосева таких сервисов, что там как раз таргетирование очень обширное. Например, если мы выбираем тематики сайтов, на которых мы будем показывать видеоролики, а это чаще всего, ну, к примеру, вы смотрите фильм, и перед ним возникает рекламный ролик. То есть нам совершенно никак, ну, нас не касается, но нам показывается. И это такой не совсем хороший точный таргет. И мы можем выбрать, например, не один, не одну тематику, а нам нужно минимум 3 или 5 выбрать. И это уже как бы размывает, размывает ту аудиторию, которым мы показываем видеоролики. И несколько советов, как же лучше работать с сервисами видеопосева. Во-первых, лучше всего связаться с менеджером и напрямую с ним, например, договариваться и просить, а можем ли мы показывать наш видеоролик на такие-то, такие-то, такие-то ресурсы. Или пусть они скинут вам полный список тех партнеров, с которыми они работают, и выберите то, что вам наиболее близко, чтобы не показывать всем подряд. Кроме этого, вы можете договориться, возможно, чтобы показывать без 30 секунд, без возможности пропуска. То есть, чтобы кнопка пропустить появилась только на 30 секунде, чтобы хоть какое-то время успели ролик посмотреть. И чтобы этой кнопке изначально не было видно. Потому что человек, когда видит пропустить, мы направляем на нее мышку и просто тупо ждем. А здесь, если этой кнопки не будет, мы хотя бы увидим, может быть, строчку, что это реклама, благодаря рекламе, типа, будет кино, но мы все-таки это видео немножко посмотрим. Но есть один плюс у сервисов видеопосева, потому что мы можем создать дополнительные бесплатные просмотры. Или очень сильно уменьшить стоимость самого просмотра. Потому что если мы запускаем массовую рекламную кампанию, то этот видеоролик могут, например, открыть, переслать кому-то, скинуть ссылку. Таким образом, этот ролик начинают смотреть и другие люди, и начинается так называемый вирусный эффект. И он может достигать 20-40% плюс к тому платному трафику, который мы оплачиваем. И это тоже эти сервисы учитывают. И получается, что конечная цена за просмотр уменьшается. Или он говорит, что там такой-то процент просмотра был бесплатным и дополнительным к тому, что есть. И это особенно сильно зависит от того, какой видеоролик мы залили, насколько он интересный, насколько он обладает вирусным эффектом. И опять же, если мы чувствуем, что это может вот так вот зайти хорошо, и у нас делаем массовую рекламу, то иногда даже очень выгодно пользоваться именно этими сервисами. Итак, мы осуществили видеопосев на разных рекламных площадках. И что мы от этого получаем? Как минимум, мы получаем возможность понять нашу аудиторию. Возраст, интересы, какие комментарии они оставляют, где они ролики наши смотрят, кто из вашей потенциальной аудитории в принципе смотрит видеоролики, какие видеоролики лучше заходят, какие наиболее интересны, какие эффективнее работают, какие площадки по видео конкретно больше принесли, например, переходов на ваш сайт. Ну и естественно, это ваши первые клиенты с видео, потому что этот трафик превразуется в заявки и дальше уже в продажи. И это вы можете отслеживать и понимать, с каких каналов идут эти клиенты к вам. И вкладывать в дальнейшем деньги уже именно в них. И традиционно напомним еще и о ремаркетинге, потому что если мы осуществили все эти действия, то далее у нас идет трафик на сайт и мы можем брать аудиторию, которая переходит на наш сайт и допоказывать ей уже следующие ролики. Или аудиторию, которая посмотрела или не досмотрела наш ролик в фейсбуке, мы также можем показывать или заново, или другой видеоролик. То же самое на ютубе или вконтакте. В качестве итога повторим, что стратегия видеопосева чаще всего используется в самом начале, чтобы протестировать нишу, услугу, продукт и сделать какие-то первые выводы. И за счет АБ-тестов настроек мы можем сделать ее окупаемой, но со временем. Для этого потребуется достаточно много времени и убирание всего лишнего и неэффективного. Плюсы данной стратегии, что она осуществляется быстро, ее можно начать хоть сейчас и уже тестировать различные площадки, но минус, что она требует постоянного вложения бюджета. Изначально, чтобы протестировать все эти площадки, в среднем получается нормально протестировать и понять эффект. Нужно где-то от 50 до 100, наверное, примерно тысяч. Но опять же, зависит от ниши, может быть и гораздо дороже, потому что если тесты будут с маленьким количеством пользователей, то и не совсем может быть точные результаты мы можем получить. Так что советуем начать с Google AdWords, наиболее дешевого инструмента, потом заняться Facebook, где очень точная система аналитики уже встроена, по которой мы можем сделать очень много выводов по видеороликам. Или воспользоваться видеопассивом сервисом, чтобы не заморачиваясь, быстро попробовать и получить какие-то первые результаты. И еще раз по пунктам. Преимущества. Видеоролик. Видеоролик, который подогнанный под разные рекламные площадки. Настройка аналитики. Продвижение видео на всех этих рекламных площадках. При этом с АБТ, с там, возможно, ремаркетингом. Далее делаем выводы. Откидываем все неэффективное, оставляем все эффективное и, возможно, продолжаем двигаться по той же самой стратегии. Теперь вы видите общую картину того, как получать первых клиентов с помощью видео. Если вы хотите узнать о других стратегиях, вы можете также подписаться на наш канал и нажать колокольчик, чтобы к вам приходили уведомления. Если есть какие-то вопросы, потому что эту тему можно развивать бесконечно, пишите их в комментариях. С вами был Михаил Салаев, проект по видеомаркетингу и будьте на виду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова